Единственное, что хочу сразу снять и показать, это кровать. Потому что мы ее подушатаем по-любому. В смысле? Ну, в том смысле, что так-то мы ее не будем. Я как она нас встречала хочу показать. То есть выглядит это вот так. А я подумала, как это многообещающий угол. Блин, а номер, честно, я ожидал меньше. Даже вот кресло в углу. Они сами не поняли, что туда поставить. Поставили кресло. Друзья, ну вот все. Ради чего делалось. Это вот этот бассейн, это вот эта набережная, это вот это море. Можно купаться в бассейне, ходить в баню. А вот там вот люди прогуливаются по набережной. Я даже выйду на улицу, чтобы вам это все показать. Как вам такой вот вид? И вот такой вот шум. Там шум моря, слышишь? А вот такой бассейн, да? Бассейн, босс не посмотри. Это просто космос детка. Это баня? Это бассейн? Это море. Море пока волнуется, испытывать не будем. Температуру воздуха... Точнее море мы узнаем завтра. Сегодня мы искупаемся в бассейне. Насладимся, так сказать, его красотой. Это я понимаю кайф. Сделать чай, поставить и умереть. Как-то не работает. Как они работают? Сделать я включить не хочешь? Нет. С кнопкой должна работать, да? Сразу. У меня просто кнопочка нажимает. Я думал просто, ну сделали уже на касание. Я просто, допустим, думаю, если я лежу, потом долезть до туда, нажать. А у тебя вообще даже в розетку, да. Не раздевайся, подожди, зайчик. Рада еще чуть-чуть. Кофе, тут есть кофе, Юра. Кофе и чай. Вот этого я еще не видела. Вот это уровень. Я хоть и свой взяла чай, я очень люблю чай. У меня этого явно на одно утро только. Давай посмотрим, что еще. Холодильник. Напитки. Вот ценник, кстати, на напитки. О, хрена вас брала. Если что-то вы пьете. Винишка. У нас есть винишка. Прикинь, настолько шампанского. А дома бы не взяли ничего. Ха-ха-ха. Мусорный пакет. Мусорочка. Что здесь у нас? Здесь пыль. Иди. Ну, туда можно чемодан, допустим, что-нибудь такое засунуть. Ну, тут вот. Вот это водичка. О, везде мини-бар, да? Мини-бар, да. И вот стоимость. Конечно, ты можешь вот покупать. А, стоимость. Сок и я за 120. Необязательный опыт, да? Необязательный. Ты же подумал, что да. Не, ну, бывает, что как бы лень идти, и люди пьются. Здесь, вот смотри, здесь подключен уже чайник, подключен телевизор и подключен холодильник. То есть, вот три... А, телевизор у нас еще, походу, где-то есть розетка. Здесь, походу, на розетка и две возле нашей кровати. Там и там, ну, все, не знаю. Ну, все, так, в принципе, хватает. Я так и не понял, зачем. А, ну, отходи туда, делай стусю, опять, и все. Ну, комикс, друзья. Также вот в этот отель входят махровые халаты. То есть, это не тот, который... Ну, он, конечно, легче, чем я одевал в Урале. Подожди секундочку. Подожди секундочку. Мы, я думаю, успеем сделать это. Здесь очень интересные вешалки. То есть, вот так вот она снимается. Одним движением руки так. И так же одевается. Интересно, я сначала думала антиугонка. Есть одеяло. То есть, если нам будет... Ну, в номере очень жарко, друзья. Открыли санузел, и там было вообще просто, феерично. Ну, здесь мы уже свое выбрали. Смотрим, да. Дальше здесь есть сейф. Тапочки. Ложка. Щетка. Для одежды. Это прям... Сейф прикольно. Надо будет почитать, что там написано. Ну, я вам сразу... Ай! Не... А, вот, просьба не беспокоить. Да, здесь дырочит. Так. Установка кода. Открытие сейфа. Ну, так вот, можно почитать. Нету регулятор температуры. А, то есть, мы сами выставляем из себя. Можем еще делать, если в тюрьмошек. Ну, я хожу и даже пол... Мне кажется, это теплые полы, что ли. Да. Ну, не знаю. Ну, тепло очень. Показывай, сколько тут полотенец. Наверное, самое основное, да. Вот, раз, два, три. Четыре. Единственное, что я сказала, какие-то коричневые полотенцы. Коричневые должны быть полотенцы. Для бассейна, надо будет спросить. О, это под мусс? Ну, я не знаю, да. Туалет на бумагу. Пен, пожалуйста. Стаканчик для щеток. Зеркало, если для облетяя, я так понимаю, вешаю. Тут вешают полотенце. Тут уже попозже. А пошли, что тебе есть для воздуха, ну, такой, докопать от меня. Ну, не вижу. И тазик есть. И... Самое главное, ну, самое главное, это, значит, холодное, точно. Горячее сразу идет, это просто великолепно. Такое ощущение, прям номер только что-то. Конечно, концынки на зеркале немножко огорчают. Ну, это свет, но он может не подключить. Просто ставили и все. Я, честно, я доволен. Я видит на море выходишь и все. Подожди. Еще интересно, две секунды, как работает Wi-Fi, мы расскажем. И пульт, конечно, какой-то этот. Я даже не знаю, как он включил. О, нашел. Сонька, телек включается. Слушай. Зачем телек? Тут просто закрываешь глаза и слушаешь море. Ну, телек работает, я так понимаю, 20 с чем-то там каналов цифровых. Как бы этого, в принципе, достаточно. Друзья. Wi-Fi есть здесь для постояльцев. Ну, мы проверим, какая скорость, потому что 4G у меня лично плохо, у света LTE отлично берет. Ну, все. Море зовет. И нас бассейн за банькой ждет. Да не могу, шум, море, это просто великолепно. Давайте на самом видном месте для бассейна. А, вот, коричневое полотенце, кстати, для бассейна. Ну что, давай трансформируемся в халат. У нас ночь, и немножечко потекает бачок, и портит нам шум моря. Интересно, что же можно сделать, да? Попробуем посмотреть, из-за чего. В отеле, да? Три звезды. С халатами. Не, ну должно же быть что-то дегтем в этой всей картине. Нет, тут все просто. Они тебе еще должны заплатить за работу слесаря, сантехника. Пятые сутки бесплатно за счет заведения, я бы так сказала. Видеодоказательства того, что... Не видно, как ты там подшаманил. Я, знаешь, что сделаю? Очень четкая экономия воды. Потому что, представляешь, сколько вот за это время было потеряно. Все. Реально не течет. Ну, конечно, можно было напрячь, я думаю, сантехника, да, там, или там, ресепшн, скажем, у нас там течет, да? Но это быстрее и легче для головы и шума сделать это самим и сейчас. Эх, золотой у меня муж. А у вас такого нет. Не, может быть, и есть, но не такой золотой. Даже лучше есть, все. У меня в самом лучшем уж ничего не знаю. Тишина? А, ну давай, докопай, что здесь бы можно было подпылировать кран, да, как я это думаю делаю. Так вот, от души помогли фамилию. Итак, как я говорил, нам надо выйти из корпуса и прийти сюда. Это немножко неудобно. Здесь мы проходим по карточке. И давайте глядеть, что у нас сегодня есть на завтрак. Или сердечки, или что-то такое, рыбка есть, рыбка, где-то кусочек осталось, будешь? Рис, сосиски. Давай. Ну как ты делаешь? Давай. Еще? И рисика, чтобы этот, скрасить, жир ушел. Рис, кстати, мне вчера очень понравился. Здесь вкусный, классный, да, можно еще чуть-чуть, да. Да, сегодня каша моя любимая, я так понимаю. Он будет попробовать обязательно. Заяц, знаешь, еще мне какие-нибудь рыбки, он кусочек, пожалуйста. Вчера-то сказали, что морской язык. Сегодня вместо сырников, блинчики. Яичница. Яичницу прям очень надо. Белок, яйцо, чтобы зашло. Тарелки стоят на подогреваемом мармите, это вообще очень круто. Надо вилочку взять. Пошли дальше, что я хочу. А, вот что я хочу. Вчера мне очень понравился вот этот рулетик. Отлично. Сыр российский, колбаса, вареная такая. Надо попробовать ради интереса колбасы. Я, конечно, не очень люблю. Вчера мы наелись на завтраке так, что уже особо не хотелось кушать на ужине. То, что ради пробы. Зелень, помидоры, огурцы, сыр еще есть колбасы. Не знаю. Я как-то по нему не скучаю. Вчера мне очень еще понравился салат. Вот этих вот овощей. Впрочем, мне насчет еды в Сочи очень нравится. Не знаю, как, конечно, кроме других местах. Но вчера мы в столовую волшебную нашли сегодня. Показывает вам завтрак. Можно еще ради интереса взять красный соус. Мы подвинем это, что малью могу руками трогать. Вареная вареная. И вареная положим. Вот так вот. Стакан. Стакан. И надуваем себе первую порцию. Это из... Вчера был компот из фейхоа. Дострял моя вилка. Отнесен как паутик. И за... Почему? Да ну, а что тебе не хватило? Омлет только я забрал последний. И все, только из амблета всем утра встанешь. Отлично. Ну что, смотрим. Вот так вот выглядит мое. Все это взяла рис. Картошечки парочку, курочки кусочек. Как-то ты скромно моя девочка. Сосиска. А вчера сосиски были, кстати, обжаренные. Они были еще вкуснее, чем вот сегодня. Ну, на вид, по крайней мере. Не знаю, как сейчас будет. Я точно буду обедать. Да? Да. Окей. Ну, вчера мы, кстати, не обедали. Мы вчера поели. Видео можно Оглубь Света посмотреть на канале. Есть о том, какой вчера был завтрак. И сравнить с сегодняшним. Ну, по-моему, отличается только каша, да? Ну, я не знаю, как каша или каша. Ну, я еще и не брал, мы сходим. Ну, так, ребята. Пошел в зал еще два рулетика. Рулетики очень зашли. Рис. Не знаю, почему с рисом так вот везет. Куда бы мы ни пришли. Вот вчера в столовой были. Сегодня здесь уже второй раз кушаем. Рис разваренный, проваренный, вкусный. И красный соус, который я взял попробовать, к нему вообще восхитительный. Вот эти вот два рулета я пошел еще взять. Очень вкусная курица. Получается, вот эта вот, которая с картошкой идет. Я вот по кусочку беру вчера, сегодня. Сосиска вчера была, честно, вкуснее. До рыбы вот только добираюсь. Рыбка, филешка, без костей, морской язык. Честно, не знаю, что это за рыба. Но она тоже очень хорошая. Вкусненькая, классненькая. Яйца съел оба. И такое вот вареное. И жареное тоже очень сильно понравилось. Ну, прям красота, не знаю. Все, что взял, все уходит. Все-таки вот пока осталась одна сосисочка. Тоже побеждает. И йогурт. Каша сегодня овсяная. И экспресс я себе сделал. Стоит кофемашина. Можно изготавливать любые напитки. Кстати, есть мюсли, хлопья и молоко еще. И это вот у меня на тарелочке варенье из фейхуи. Как тебе? Фейхуа? Фейхуа? Нормально, просто я не люблю фейхуа. Это не фейхуа. А в целом, как ты покушала, понравилось? Ну, в принципе, у Светы тоже, если не нравится, что-то не ест. Тарелка пустая, значит, все хорошо. Можете еще что-нибудь понести? Я поухажу за тобой. Нет. Как хочешь. Ну, а мы будем пробовать сейчас овсяную кашку с фейхой и с блинчиком. Итак, и кашка побеждена. Кофе выпит. Напиток выпит. Чад выпит. Нет, не выпит еще. Фетка сидит, допивает. Я на самом деле особо не могу вспомнить даже все те блюда, которые мы сейчас пробовали. Ну, как видите, все тарелки пустые, все съедено, наедено. Я думаю, мне лично до вечера опять будет достаточно. Сегодня плодотворнее походить погулять. Надеюсь, что-нибудь интересное увидите, дай вам показать. Не забывайте, друзья, жду вас в комментариях. Особенно тех, кто, может быть, отдыхал здесь летом. Их было очень много в прошлый раз. Напишите, пожалуйста, какая в прошлом году была, ну, какое разнообразие было по меню. И если можно, пишите по стоимости тоже, по чем вы отдыхали в прошлом летом, чтобы тоже как-то ориентировались люди. Да, ну, если вы были зимой, то можете написать, по чем вы отдыхали зимой. Просто мы смотрим, допустим, завтраки в других местах. Они примерно такие же, но и примерно очень сильно отличаются. Здесь лежит какая-то там яблоко полезное, допустим, лежит лимончик. Есть какой-то вариант развития событий присутствует. А, допустим, в других местах смотрим, там этого нет. На самом деле, немножко, ну, как бы, вот разница, да, в этом. В общем, хорошего всем дня. Пойдем прогуляемся на море. Также в отеле есть прокат. Вот, в колясах, смотрите, даже есть такая вещь, как прицеп к велосипеду. Коляски я, честно, не узнал, почему. Я знаю, что, допустим, вот эти два велосипеда стоят 300 рублей в день в прокат. В прошлом году мы брали со Светланой 100 рублей в час. За коляски я отдельно, наверное, уточню, почему стоит прокат. Чтобы узнать, даже самокатики есть. Ну, прокатный сервис тоже присутствует. Было бы вообще хорошо, если бы у них это просто онклюзив было включено, захотел, взял, поехал. Я не думаю, что это такие уж большие деньги. Ну, с другой стороны, как бы, чем ниже ценят, тем лучше. Можно было 100 рублей накинуть каждый день. Если бы, например, каждый день на велосипедах не ездили. Но людей бы, мне кажется, это привлекало бы иметь там на каждый номер под велосипедом. Ну, это даже ограниченное количество, кто успел, кто-то сел. И вот на велосипеде, на багажнике еще сиденья, кстати, стоят. Это второй корпус, мы находимся, вот здесь, где вход в столовую. Итак, уточнение, коляски бесплатно, велосипеды также можно взять на 100 рублей час, либо 300 рублей день. То есть, сервис, вся не лада. У нас пришли уборщицы, друзья. Добавили нам чай, все, что мы там выпили. Протерли пыль. Мне понравилось, что обязательно протирают телевизоры, зеркала, все вот эти поверхности, знаете, вот как понасмотрелись. Меня протерли. Все это протерли. По стиле, я так понял, нам не поменяли, потому что мы на ней располагались. Я спросил, мы вам мешать не будем. Сказали, нет, не будете. То есть, из головы все, тумочки попротирали, попылесосили. Они, причем, этим занимаются каждый день. Я так понял, что упорка в номерах каждый день. И самое главное, это в ванную поубирали. У нас здесь коврик мы ложим. Для ног это, может, полотенце, но мы на него выходим. Мы как бы используем, как коврик его убрали, промылись. Душевую кабинку опять. Новенькая, чистенькая, так сказать. И здесь навели порядок, обновили все, что было использовано. В принципе, все чисто, хорошо и красиво стало. То есть, каждый день уборка номеров. Многие удивляются. Типа, ааа, это раз в три дня уже достаточно. Вот, вот. Раз в два дня здесь должна была быть замена все-таки белья. Не знаю, почему не поменяли. Может, завтра поменяют, когда нас не будет. Мы что-то два дня в обед сидим дома. Ну, это будет вот так каждый день. Им все замены отберется. Хотят они, ты, вы или нет. Кстати, по идее, халаты тогда тоже должны меняться. Потому что, если смена белья, имеете в виду, это тоже. Ну, будем завтра проверять. То есть, халаты, халаты, халаты. Мы вообще шоки, что у нас есть халаты и тапочки. На самом деле, так-то, да? И вид из окна, и вид из окна. Вот так вот, открываете шторку. Там какие-то рыбаки плавают. Не знаю, чем они там занимаются. Вот. На лодочках выпали. И печально, что здесь, вот видите, какой-то мусор прибивает к берегу. Шторм, хотя успокаивается. Это тоже хорошо. Дождик, кто идет, то не идет. Но мы сейчас едем покататься в сторону Красной Поляны. Друзья, всех интересует такой вопрос. Какие что температуры в бассейне? У нас уже 10 часов, все разбежали, чтобы людям не мешать. Мы с вами сейчас их замерим. 14 воздух был. И посмотрим, сколько же температурка в бассейне. Вот этот джакузи. Здесь работают гидромассажные. Вот раз-два сопла, раз-два сопла. И с этой стороны тоже раз-два, раз-два. Снизу гонят пузыри. То есть это джакузи. Полноценная, удобная, классная. Чтобы не быть голословным, не врать. То есть все надо показывать. То есть в джакузи оно накрывается весь день здесь как таким одеялом. Сина, ты можешь прийти, попросить, тебе его снимут. Температура воды в джакузи просто кипяток. Можно сказать, нереально горячая. Мне просто интересно, когда ты остановишься, градусник. Друзья, это сверхтеплая водичка. Вот уже сейчас его будут накрывать одеялком. 34,7. Мне даже интересно, заявлено, потому что было 28 температур в бассейне. Я не ожидал, что у нас только горячая вода. С той стороны у нас лягушатник и большой бассейн. В большом бассейне самая прохладная вода. В лягушатнике чуть прохладнее, чем в джакузи. Смотрим. 35,1. Где-то 35,5. Я вот сбрасываю, вроде бы все остановилось. Давайте ради интереса. Сходим, замеряем туда. В маленьком бассейне. Вот здесь вот так можно будет показать. Там светит. Вот видите, сразу температура воды падает. То есть они все отличаются. Я говорю, в том самое горячее. Не знаю, за счет чего. За счет этого одеяльчика. Может там больше всего накачаны эти, как называют, подогреватели. Здесь просто подсветка. И два подогревателя в бассейне. Все, другого ничего нет. Как сегодня классно купался в дожде. Ксен ныриваешь в очках. И вверх смотришь, он здесь такой неровный. Капелька. Такая красота посередине. Просто прекрасный вид. 31,7. Температура водички. Ну, давайте где-нибудь замерим большой бассейн. Мы сегодня разговаривали с парнем. Они приехали отдыхать. И выбирали бассейн. Я поглубь, насколько смогу. Настолько опущу. То есть заявлено было у них... Я не буду назвать название отеля. То есть он также выбирал за бассейном. Нашел подешевле. Брал с полным пансионом. Приезжает, а бассейн слит. Их не предупредили о том, что бассейн будет слит. Получается... Они предложили вложить другой бассейн. Ой, отель из их нижней категории. Но там неподогреваемый. В общем, он перебрал все отели. И даже вот Атлант нам рекомендовали. Там 19 градусов вода в бассейне. То есть он уже говорит, а как я буду купаться? Говорит, я приехал погреться. Сауна стоит 2000 в Атланте. Вот и подумайте. Хотя номер гораздо дешевле. А здесь мы пришли. Банька не банька. Купаюсь я не хочу. И вот 10 часов топят. Бассейн работает до 10. Наслаждение еще кто-то. И давайте посмотрим. Ну, что-то как-то явно выше заявленных. У нас же температура растет 31 градус. Я на самом деле удивляем. Я думал, будет меньше. Здесь в бассейне нет тоже никаких гидромассажей. Подсветка. И вот эта поливалочка работает. Все включается. Нажать темно. Вот эту кнопочку. Захотел. Включил. Надо единственное от нее отплыть. Потому что у нас сначала холодную воду гонит. А потом начинает уже бассейновскую теплую. И также вот по полу. Видите, расположены подливатели. С красивой подсветкой. Завтра, если получится, я вам еще сделаю добавочный обзор бани. Баня, отвечаю, стоит того. Вот один день я промокли. Мы немножко сопли появились. Я буквально вчера попарился. Из бани уже вышел в хорошем состоянии духа. Ну, 31 на 1. Показывает, что вода гораздо приятнее. Ну, баню будем ждать в следующий раз. Итак, пришло время снять нашу парилку. Ты раздеваешься? Да. Будет холм-видео, что ли? Пождите. Не раздевайтесь. То есть две зоны. Банник и парилка. Тут я единственное, что хочу показать, сколько градусов. Бывает до 102-103. Прямо качает. Веников, к сожалению, нет. Золотое право. Просто бразнился им душем. Не все его исследуют, я вот так скажу. Наблюдаю. И можно поливать водичкой. Веников нет. Веники можно свои купить. Благо тут и вкрыты продаются. О, жарко, друзья. Очень жарко. Я побежал. Теперь еще в бассейн. Замерим температуру там. Так, хотел еще показать. Можно воспользоваться компьютером. Здесь есть также Sony PlayStation поиграть. Это если он билет, надо заказать или еще что-нибудь. Весы. Это рецепшн. Отсканировать что-то, отправить. То есть без проблем. Это уже за отдельную плату. Мягкий уголок. Кофемашина. Почистить обувь можно бесплатно. Ну и питьевая вода, если вы хотите, из-под фильтра. Также телевизор. Вот это я не знаю, что такое. Давай остановись ты. Мне тоже. Мне зачем. Я и так знаю все. Ладно. Еще для каждого компьютера можно подзарядить телефон беспроводной зарядкой. Только если не телефон. Нет, там есть какие-то оправдающие, но вот. Беспроводной зарядки здесь и здесь. Отдельно надо еще сказать о охраняемой парковке. То есть в отель заезжаешь, в забор больше это никак не пропасть. За машину можно было не переживать все это время.